МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О загруженности отелей Кубани в период праздничного локдауна в цифрах. Почему аэропорт курорта перешел на круглосуточный режим работы? За что в Анапе осудили адвоката из Нижнего Новгорода? О достойном результате пара спортсменов на спартакиаде Черноморского побережья «Мир без границ». И не только об этом. Кубань обновила исторический максимум по количеству заболевших коронавирусом. В Краснодарском крае, по данным, на 28 октября выявлено 272 заболевших коронавирусом. Это исторический максимум с начала пандемии, сообщает региональный оперативный штаб. Днем ранее в крае зафиксировали 265 заразившихся. Среди новых заболевших 185 женщин и 87 мужчин от 6 месяцев до 88 лет. Больше всего заболевших выявлено в Краснодаре – 64, Сочи – 34 и Туапсинском районе – 18. Кроме того, 15 подтвержденных диагнозов зафиксировано в Усть-Лабинском районе, 14 – в Геленджике, по 12 – в Денском и Ленинградском районах, 11 – в Анапе. По 8 заразившихся зафиксировано в Крыловском, Белоглинском и Тихорецком районах. По 7 пациентов прибавилось в Павловском, Василковском, Красноармейском и Новопокровском районах. В Абинском, Абширонском и Тимрюкском районах диагностировали по 6 новых случаев. В Кавказском районе заразились 5 человек, 4 – в Калининском, 3 – в Северском. По 2 человека заболели в Брюховецком, Каневском, Кущевском и Крымском районах. По 1 – в Новороссийске и Приморско-Ахтарском районе. Общее количество подтвержденных диагнозов достигло 80 702. В общей сложности проходят лечения с подозрением на коронавирус 43 001 человек. У 15 327 диагноз оказался положительным. В стационаре лечатся 3304 жителя. На дому 12 023. В тяжелом состоянии на ИВЛ находится 114 пациентов. На ЭКМО – семеро, уточнили в Краевом Минздраве. Выздоровел за сутки 81 человек. Всего с начала пандемии 58 118. Скончался 41 человек за минувшие сутки. 7 257 всего с начала пандемии. Показатель заболеваемости достиг 1419 случаев на 100 тысяч населения. Краснодарский край стал самым популярным направлением для туристов, которые планируют отправиться в отпуск с 30 октября по 7 ноября. По оценкам нескольких туроператоров, на этот регион приходится 30-50% всех продаж на даты нерабочей недели. Отели уже загружены на 70%. Одна из важных причин – на фоне других регионов Краснодарский край не вводил новых значительных ограничений на период нерабочих дней, цитирует Вестник Ассоциации туроператоров России и генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина. Текущие ограничения в Крае действуют еще с летнего сезона. Местные отели заселяют туристов только с QR-кодами о вакцинации или согласием вакцинироваться на месте. В нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября коды понадобятся и для посещения кафе и ресторанов. Важно отметить, что заселиться в объект размещения в Краснодарском крае можно и после прививки первым компонентом вакцины. А вот для входа в кафе потребуется QR-код о вакцинации. Его дают после второй прививки или о перенесенном заболевании. По данным туроператоров, по темпам продаж Краснодарский край сейчас даже превзошел показатели аналогичного периода прошлого года – примерно плюс 10-15%. На втором месте с долей 10-20% – Подмосковье. Местные отели могут принимать туристов, ограничений нет. Питаются туристы обычно на территории отелей. Также в топ-лист направлений на 30 октября-7 ноября попали Кавминводы, Крым, Санкт-Петербург, Казань. На первом месте по сокращению объемов продаж сейчас находится Крым. Аэропорт Анапы переходит на круглосуточный режим работы. Такой режим у него будет впервые, сообщает пресс-служба Воздушной гавани. До конца 2021 года аэропорт планирует принять около 3 миллионов пассажиров. В их число войдут и маломобильные граждане, для которых на территории аэропорта продолжают устанавливать пандусы. С 31 октября также появится новый прямой рейс из Анапы в Шереметьево. Он будет вылетать из курортного города в 6.00, а обратно из Москвы в 22.10. Время в полете в среднем составит 2 часа 25 минут. В Анапе на два года осудили адвоката из Нижнего Новгорода. По данным пресс-службы Крайсуда, Анапский районный суд признал виновным экс-члена Палаты адвокатов Нижегородской области. В источнике сообщают, что фигуранта за нарушение части Уголовного кодекса посредничества во взяточничестве в крупном размере приговорили к двум годам заключения в избравительной колонии общего режима. При этом мужчина полностью подтвердил свою вину и причастность. Решение суда вступило в силу. Из озвученного приговора следует, что фигурант, работая адвокатом, защищал интересы компании, в чью пользу арбитражный суд Нижегородской области взыскал деньги с другой организации. На основании вынесенного судом решения был представлен исполнительный документ. В его рамках Новороссийский городдел судебных приставов по Краснодарскому краю начал исполнительное производство. Так, с 5 августа 2019 года по 1 марта 2020 года на депозитный счет Новороссийского городского отдела судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов России по Краснодарскому краю направлялись деньги от организации ответчика. В совокупности ответчик перевел в ведомство более 8 миллионов рублей для последующего зачисления данной суммы на счет компании, интересы которой и защищал осужденный, рассказали в пресс-службе Краснодарского краевого суда. При службе добавили, что весной прошлого года адвокат, действуя по просьбе гражданина, личность которого не установлена, предложил служащему в городском отделе судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов сократить время перевода денежных средств на счет организации за предоставление ему вознаграждения в виде 200 тысяч рублей. О нелегальных намерениях адвоката стало известно правоохранителям, и когда тот передавал взятку, его задержали работники Управления Федеральной службы безопасности России по Краснодарскому краю. Строительство дворца бракосочетания в Анапе завершат до конца года. Как сообщают пресс-службы администрации Анапы, внутри здания подвели все необходимые коммуникации, водопровод, канализацию, электричество, газ, интернет. Кроме того, установлены системы кондиционирования и пожарной защиты. Сейчас рабочие утепляют фасад, который будет облицован камнем ТУФ, специально привезенным из Армении. В помещениях ЗАГСа уже выполнена чистовая стяжка, штукатурены и подготовлены под покраску стены, уложена плитка. Продолжается отделка большого и малого залов. На следующей неделе начнут укладывать асфальт и плитку вокруг дворца. Высадка деревьев пройдет в ноябре. Также возле ЗАГСа обустроят зоны отдыха, фонтан, фотозоны. Власти обещают, что территория рядом с дворцом бракосочетания будет открыта для всех желающих. А спонсор сегодняшнего выпуска новостей – оптово-розничный комплекс «Фермерский двор» на улице Астраханская, 104. Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу. Восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской, 104. В Славинске на Кубани состоялся этап спартакиада Черноморского побережья «Мир без границ» по настольному теннису среди людей с ограниченными возможностями здоровья. В мероприятии приняли участие более 80 людей с ОВЗ из 14 муниципалитетов. А на пол представляли два пара спортсмена – Екатерина Остапюк, которая стала чемпионкой в своей категории, и Михаил Еремеев, показавший достойный результат и ставший бронзовым призером. Поздравляем спортсменов и тренеров с хорошим результатом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В пятницу 29 октября нас ожидает переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 15 градусов. Влажность воздуха составит 59%. Ветер подует северо-востока со скоростью 4 метра в секунду, порывы до 8. Температура воздуха ночью плюс 6 градусов. На сегодня это все, о чем успели вам рассказать. Напоминаем, все новости и передачи 39-го канала вы можете найти на сайте anapanews.com. Новости, актуальная информация, интересные события и факты. anapanews.com. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова